Я тебя поздравляю с 20-летием МТВ. Спасибо. МТВ 20 лет. Я тебя с этим поздравляю. Спасибо. Это программа «Час пик». Меня зовут Мариан Минский. Здравствуйте. Этот выпуск посвящен 20-летию МТВ в России. Об этом поговорим с ведущими Антоном Камоловым и Александром Анатольевичем. Расскажи для наших зрителей, которые каким-то образом пропустили это событие, ну, может быть, в силу возраста, что было такого крутого в МТВ? Честно? Честно. Тем, кто это пропустил, я даже не хочу ничего объяснять. Почему? Ну, потому что это примерно так же, как пропустить чемпионат мира в России. Ну, просто, знаешь, как-то не было времени включить телевизор, посмотреть. А что было-то? А я не буду пересказывать. Если ты остался в стороне от главного события в жизни телевидения 90-х и начала 2000-х, то я не могу это пересказать. Ну, мне кажется, даже если в силу возраста кто-то пропустил МТВ России, МТВ, в принципе, существует с самого начала 80-х. То есть, мне сложно представить себе человека, который не слышал бы про МТВ вообще в принципе ничего. МТВ — это, ну, как мне кажется, когда он появлялся, где бы он ни появлялся, там везде был прорыв. Он появился в Штатах, это был такой взрыв, потому что после этого понеслась лавина создания видеоклипов. Собственно, благодаря МТВ мы имеем видеоклипы в том виде, в котором они есть. Потом появились и другие музыкальные каналы и так далее. И аналогично в России. 20 лет назад это был не первый музыкальный канал, музыкальные каналы существовали. Вот. Но как-то так совпало все во времени, в пространстве, во всем остальном, что когда появился МТВ, вот эта музыка, которая транслировалась на этом канале, вот, она очень четко попала в сердца, в мозги, в уши зрителей. Вот. И поэтому там какой-то такой эффект разорвавшейся бомбы получился. Для меня лично это совпадение всех приятных моментов. Это то, чем я всю жизнь занимался, а потом это превратилось в профессиональную деятельность. То есть это счастье, когда ты занимаешься собственным хобби на профессиональном уровне, и это занимает все 24 часа 7 дней в неделю. Это великолепное совпадение, но не случайное. А что ты отвечаешь тем людям, которые все-таки скептически относятся вот к МТВ России, к тому именно МТВ, которые говорят, ну, клипы там крутили, ну, попса была, ну, подумаешь, ну, что так. Ну, зависит от того, на чем базируется скепсис. Скепсис бывает разных, да, с разными аргументами. Вот как ты. Ну, музыка и музыка. Согласен, к тому моменту уже была музыка, та музыка, которая была на МТВ, она была на некоторых радиостанциях, некоторые клипы действительно крутились и на МТВ, и на Муз-ТВ. Вот, то есть нельзя сказать, что это как-то прям совсем был эксклюзив, были эксклюзивные периоды. Это, кстати, тоже важно для молодежи. Молодежь всегда хочет быть первой, о чем-то узнавать. У МТВ был слоган «МТВ, ты узнаешь это первым». Это касалось новостей, это касалось премьерных релизов, песен, альбомов и, конечно, клипов. То есть сначала, условно говоря, неделю или две недели новый клип Эминем только на МТВ можно посмотреть, потом на других каналах. И когда тебе от 12 до 28 лет, тебе, конечно, хочется, что я буду ждать две недели, чтобы посмотреть новый клип Эминема. Тогда не было Ютьюба, тогда не было интернета, кроме как по телеку, ты не сможешь посмотреть клип. Поэтому, если ты хочешь быть в тренде, ты хочешь быть модным, современным, вот, сядь и смотри. Вот, кто-то скепсис выказывал по поводу Бивеса и Батхида. Юмор низкопробный, они отупляют, они дурацкие и так далее. Ну, можно и так смотреть. На мой взгляд, Бивес и Батхид — это сатира. Это примерно, ну, с чем можно сравнить? Симпсоны, сериал «Симпсоны», который многие, воспринимаемые наши депутаты, несколько лет назад хотели запретить, потому что это оглупляет и так далее, и так далее. На мой взгляд, это грандиозная сатира, прежде всего, сатира, кстати, на американского общества, на Америку. То есть, так выстегивать Америку, как выстегивают в «Симпсонах», не всегда в шоу Владимира Соловьева удается. Вот, поэтому, как бы, и Бивес и Батхида сложно воспринимать всерьез. Ну, и в конце концов, так даже никто не заставлял смотреть MTV. Если тебе не нравится MTV, ты, как бы, взял пульт. Или, если у тебя телевизор еще Рубин или Радуга, ты без пульта подошел. Вот так вот переключил и смотришь другое. Я получаю письма от людей в личную почту, куда-нибудь там в социальных сетях. И они пишут, «Мне было пять, я смотрел вас с утра до ночи. Мне было семь, я не ходил в школу из-за утренних блоков на MTV. Мне было двадцать, я не ходил на свидания, потому что я ждал вашу любимую программу». У нас нет аудитории по возрастам, у нас нет аудитории, которая граничится вот на какую-то категорию. Есть просто люди, которые нас смотрят, а есть не смотрят. Вторых, подавляющее меньшинство, и им рассказывать я ничего не буду. Вот смотри, в фильме «Дудя» про MTV прозвучала в том числе фраза, что платили-то вам сущие копейки ведущим MTV. От кого? По-моему, это Зосимов сам сказал, что платили очень мало. Вот у тебя не было ощущения, что вот на мне зарабатывает кто-то другой? Нет. Если говорить четко только про деньги, до MTV существовал канал BizTV, из которого, это канал тоже Борис Гурьевича, вот, из которого родился MTV. На базе BizTV он появился. Вот там, да, не то чтобы платили копейки, ну, как бы везде-то тогда платили не очень много, да и, в общем-то, большинство людей, я учился в институте параллельно, поэтому это все равно было намного больше, чем моя стипендия. А сколько, сколько платили? Какая была зарплата? Сейчас я попробую вспомнить. Когда я приходил, значит, по-моему, я пришел с расчетом, что я буду один раз в неделю, нет, или два эфира в неделю у меня будет, и будет это стоить, зарплата должна была быть 300 долларов, тогда все в долларах было. Вот. В итоге я работал четыре раза в неделю, платили мне сто. Вот. И я говорю, математика работает иначе. Если ты работаешь больше, то нужно умножать, а не делить. Вот. Мне сказали, нет, Антон, как бы, ну, как обычно, там, руководитель, это не сам Зосимов, это люди, которые были менеджеры, там, ниже уровня. Но при этом надо дать Борису Гуричу должное. Мы как-то пришли с Шелест, вот, и мы такие собрались, значит, с ней, и такие, так, все, приходим, очень мало денег, ну, нельзя так, у нас такое крутое, что у вас же бодрое утро было, вот, надо просить больше денег. И мы такие, значит, все, там, 154 аргумента, почему нам надо повысить деньги. Вот, и приходим, Борис Гурич, очень серьезный, вот, он такой, да, ребят, садитесь. У него такой длинный, длинный стол. Вот, мы говорим, Борис Гурич, мы по поводу денег, он, да, да. Говорим, вот, тигру не докладывают мясо, говорим мы, у нас маленькие зарплаты, мы вообще. И начинаем приводить из 154 примерно три аргумента мы успели привести. Он говорит, хорошо, называет цифру в два раза больше, так нормально будет? Мы такие, ну, да, вот, и разочарованы, что вот это вот все не пришлось отставить, да. То есть он очень четко ловил и настроение, и момент, он отличный психолог, вот, и когда нужен, он, конечно, повышал зарплату сотрудникам. Я не думаю, что это были только мы. Ну, да, очень круто, а повысил до долларов 500? Нет, на тот момент это было уже больше, но все равно это было, скажем так, наверное, чуть меньше, чем на других каналах, скажем. Я уже точных цифр не помню, это было больше в 2002 году, я ушел с MTV, 16 лет. Вот, когда я уходил на ТВС, то там чуть ли не в два раза больше мне денег сразу предложили, при меньшей, намного меньше загрузке. То есть все равно это было не столько за деньги, сколько это работа в кайфе. Ну, то есть вот ощущение, что кто-то на мне зарабатывает, а я тут немножко недополучила. Такого не было, потому что был кайф. На телике точно нет. Это знаешь, где было? Все же работают еще ведущими на каких-то мероприятиях, и там на мероприятиях ты иногда узнаешь, сколько заработал организатор, который всего-навсего набрал твой телефонный номер и спросил, свободно у тебя даты или нет. Сколько заработал ты? Вот там у тебя возникают вопросы. Я, значит, вот работаю, я там 8 часов тут что-то всех развлекаю и так далее. Я заработал меньше, чем человек, который всего лишь сказал, «Алло, Антон, вот МСНИ, такого у меня, по крайней мере, не было». Ведь мы открылись вопреки всему, что происходило и в стране, и в мире, и в экономике в частности. Мы открылись вопреки всей нашей материальной базе и всем нашим умениям. Мы открылись и по ходу дела набирали обороты, умения, знания. Все на свете мы цепляли на ходу, как снежный ком. Про деньги мы вообще не думали. Может быть, многие и не поверят в это, но это было далеко не первым и даже не вторым вопросом. Нам нужно было сделать хорошо, а там посмотрим. Это был риск. И как говорят сейчас, как принято сейчас говорить, сейчас мы живем в все время обновляющееся время, все время все меняется, постоянно что-то, какие-то метаморфозы, и нужно менять курс, быть ловче и прочее, прочее, масса всяких эпитетов. Что самое рискованное, это не рисковать ничем и никогда. То есть мы должны были рисковать. Своей репутацией, если ты сделал плохо, то ты плохой. Мы дорожили своей репутацией. И каналы, и собственные. Мы должны были дорожить временем, потому что мы работали на поток, на эфир, на прямой эфир. Нам нужно было срочно все снять, срочно все смонтировать. Мы этого не умели, но срочно этому учились. То есть у нас все было вчера. И все нужно было в следующую секунду. И это нас подстегивало все время всему учиться и совершенствоваться. Но когда приходил вопрос, что-то там перекусить или достать деньги, за что-то заплатить, иногда мы попадали в затруднительную ситуацию. Мы могли друг у друга перезанимать. Мы могли друг другу задать вопрос. «Слушай, давай сегодня ты платишь, а потом я». Потому что как-то есть хочется, а отложить это некуда. И другой человек говорил, да-да-да, сегодня я сделаю это за всех. А потом как-то, как студенты, как студенческие. Кто учился, кто был студентом, тот прекрасно знает, что такое перебиваться. Мы перебивались, но нас это не печалило ни разу. Этим были озадачены наши, наверное, руководители, какие-нибудь коммерческие люди. И они успешно потом этот вопрос решали все лучше и лучше. Ну, оно и понятно. Сразу не могло быть хорошо. Сразу и не должно быть хорошо. Иначе мы имеем некое наблюдение. Очень многие каналы хорошо открываются. Театры, фильмы получают огромные бюджеты. У них сразу все хорошо. И, например, идти ходить не нужно. Потому что у них слишком. Все спокойно. Нету нерва, нету укола в сердце. Когда ты просыпаешься и бежишь, на ходу делаешь. И искренне выхлёстываешь все свои эмоции, свои силы. Добиваешься результата и радуешь аудиторию своими стараниями. А не своей вот этой развали... Вот, как это сказать... Своей расхлябанностью, расслабленностью. Не надо расслабляться. Никогда. Ты должен быть собран. Ты работаешь для многих людей. Даже если это один человек, ты должен разбиться в лепёшку, чтобы что-то сделать. Если у них десять, в десять раз больше старайся. Тысяча, тем более. Вот и всё. Поэтому, если ты сидишь и думаешь, как бы мне заработать на каком-то проекте, то дальше кассы дело не пойдёт. А нам надо, чтобы это шло вот сюда, вот сюда. Какая была зарплата, скажи? Слушайте, ну, я честно не помню там цифр. В то время помню точно, что всегда всё называлось в валюте. Потому что тогда ещё в 90-е ходил термин деревянные, то есть это наши рубли, при всём патриотизме. Так называли сами наши люди. То есть это вот магазин за валюту. Нет, даже так говорили. По валютам. Ну, безграмотно. А это за деревянные. Ну, это 200-300-500 долларов. Но подняться и опуститься у тебя всегда были в кармане какие-нибудь дежурные 100 долларов. Вдруг чё? И ты всегда их можешь поменять. Но курс прыгнет вниз, ты их не меняешь. Курс вверх, и рубли нужны. Ты меняешь, расстаёшься с ними. Но это хорошо, если они были дежурные 100. Они могли быть и 10, и 20. Гонорары артистам тоже были в эквиваленте долларам. Но рублями это не называлось. Поэтому, если вернуться к этому эквиваленту... Ну, например, очень приблизительно 300 долларов в месяц, может быть, получалось. И это было вот так круто. Тебе хватало на перекус, на быстрое такси, на какую-то ещё мелочёвку, на транспорт, на проезд. И что-то ещё в кармане оставалось, чтобы с девчонками куда-то в кино сходить. Всё. Это совсем немного. 300. Я знаю. Да. Но тогда это было прекрасно. Зосимов для тебя кто? Что? Безумец, меняющий мир в хорошем смысле слова, как Стив Джобс, например. Это расчётливый коммерсант, бизнесмен? Или, не знаю, такой карабас-барабас, для которого ведущий марионетки? Я не был знаком со Стивом Джобсом. Мне сложно сравнивать этих двух людей. И вряд ли я в ближайшем обозримом будущем познакомлюсь. В ближайшие лет 40-50 не планирую со Стивом Джобсом встречаться. Что касается Бориса Гурича, мне кажется, там всё в одном. Он однозначно бизнесмен. Причём бизнесмен очень хваткий, очень чётко просчитывающий. Таким другим и не мог бы быть человек, который в 90-е годы работал. И, извините, он до MTV сделал самый крутой концерт нашей страны. А может быть, и один из крутых концертов всего мира. Когда монстры роков Тушина, по-моему, назывался концерт, там 700 тысяч было. Ну, мало концертов в истории человечества, которые подобные массовости. Это делал Борис Гурич. То есть он был, конечно, он был бизнесмен. Но при этом, насколько он рассказывал, я тоже читал это, он не нам в курилке рассказывал байки. Я читал его интервью, что это была не первая попытка, не первый заход привезти MTV в Россию. Вот. И до этого не получалось. То есть это, я думаю, что, может быть, не только, и наверняка это не только расчёт. Потому что, ну, я не знаю, как он для себя это определял, миссия, не миссия. Может быть, просто он любит хорошую музыку. Это факт. Вот. Ему, конечно, хочется эту хорошую музыку, этот стиль MTV, да, вот в широком смысле, принести в нашу страну, чтобы и наша страна стала частью общей большой культуры. Всё-таки мир-то глобализуется. Чем дальше, тем сильнее. И тогда это уже начиналось. И я думаю, что некий романтизм, назовём я так, тоже в нём присутствует. У него такой симбиоз. «Карабас-барабас» — это точно не про Бориса Горьевича. Потому что, да, он самый главный в нашем театре MTV. Да, конечно, он всегда разговаривал с нами, давал нам право голоса, советовался. Мог отдать нам на откуп любую тему программу, но при этом он строго контролировал и мог внести свои коррективы и что-то запретить. То есть цензура была? Нормально, он босс. Но никакой не карабас-барабас, потому что нас никто ничего не заставлял делать, от нас никто ничего не требовал. Мы с себя требовали, вот и весь секрет. И требовали друг от друга своевременного выполнения чего-то, всё большего креатива, всё большей энергии, всё большей занятости. Нам всегда было мало, мы были дико жадные, не до денег, до времени и до результатов. И мы, когда нам что-то удавалось, мы загружали себя ещё больше. Я думаю, это радовало нашего босса. Да и он круглые сутки вместе с нами работал. Просто он действительно бизнесмен, он действительно вёл свои расчёты и следил за тем, чтобы вся история выглядела красиво и на рынке, наверное, и в коммерческом смысле, и в эфире, чтобы всё было по-настоящему, по МТВ. Он следил за всем. Но карабас его никак не назвать, потому что мы его любили. Карабаса все боялись. И карабас всеми командовал и приговаривал, когда больно. А нас не нужно было строить и как-то понукать. Нас не надо было призывать к порядку. Мы за ним, за порядком и за вот этой творческой чехардой сами ревностно следили. Поэтому у карабаса всё основано на вертикальной власти, если брать эту знаменитую сказку. У нас тоже была вертикальная власть. Всё равно без дисциплины мы бы никуда не тронулись с места. Но это было построено на другом, на взаимном доверии, на любви, на постоянном общении, на дружбе. То есть другая закваска. Слушай, а цензура на канале была? Ну, со стороны уже, скажем так, наверное, ближе к тому моменту, не первые годы, а там 2002 год, вот где-то так. Когда у нас стала крепнуть коммерческая служба, это как и везде. Коммерсанты тебе иногда говорят, что, ребят, вот тут вот про спонсор вот так вот не надо, вот так вот можно говорить. Вот. А так цензуры в смысле каких-то запретных тем нет. То есть Зосимов вообще ничего не запрещал, вот об этом не говорите? Я вообще не вспомню такого. Я думаю, не было ни у кого. В чём был секрет? Просто все были люди с мозгами, с головой, ведущие. И как бы понимали, что можно, что нельзя. Самацензура? Ну, самоцензура не в нынешнем понимании. Самоцензура в нынешнем понимании, ты знаешь темы, на которые тебе говорить нельзя, не стоит, потому что это в ему руководство прилетит, а потом из АПшечки позвонят или ещё что-то. Тогда такого близкого не было. Тогда самоцензура заключалась в том, что ты понимал, что, ну, материться не стоит в эфире, наверное. Хотя бывало. Вот так. На МТВ такое случалось. Ну и как-то тоже какие-то рамки поведения на уровне здравого смысла. Это не такая самоцензура сегодняшнего дня. Я могу другой пример привести. Не цензуры, а наоборот вседозволенности. Я всегда был строгий, вдумчивый, знающий, смею надеяться, интеллигентный, образованный ведущий. На фоне других, весёлых и забавных. Дело всё в том, что я тоже могу быть разным. Ну, просто формат программы обязывает быть объективным и уравновешенным. Но образа это может не касаться, как мне казалось. А я всю жизнь смотрел МТВ. Я понимаю, что с этим можно играть и даже нужно. И в какой-то момент я пришёл в студию, коротко постригся, и вот так вот взъерошил волосы. Они у меня торчали в разные стороны. Я нашёл это забавным и очень самобытным. Потому что это очень похоже на меня. Не прилизанный, аккуратный диктор. А такой свой парень, который вот выскочил в эфир и что-то рассказывает интересное таким же мальчишкам, как и я. Мальчишке было, правда, уже четвёртый десяток. Но чувствовал я себя наравне с любым тинейджером. И в коридоре меня увидел Борис Гурчич и сказал, Саша, ну ты же интеллигентный парень. Ты уверен, что это твоё? Я сказал, Борис Гурчич, уверен. Ну знаешь, смотри сам. Типа, делай, что хочешь. Разрешил заниматься этим вопросом самому. Я не против. Главное, ты уверен? Вот это самый важный вопрос. Ты точно знаешь, что у тебя всё в порядке? Да. Хорошо. Когда Зосимов уходил, ты помнишь этот момент? Вот это скорее там больше американцы надавили на него? Почему он ушёл или... О причинах я, честно говоря, не знаю. Он, конечно же, не делился, потому что совершенно другой уровень. Борис Гурич, президент МТВ России. Я один из ведущих. Но это совпало по времени. Примерно, по-моему, где-то в мае, наверное, мы с Шелест пришли и сказали, что мы собираемся уходить, потому что уже пришли люди из Штатов, тоже они много решали, как, чего, там, программная сетка и так далее. Но он ещё был. Да, Зосимов ещё был. И спустя какое-то время, прям совсем не продолжить, но он, по-моему, в конце мая, в начале июня, какого, 2002-го, он сообщил, что он уходит. То есть совпало, что ушёл Зосимов и ушла вся золотая команда. Ну, не вся, но немалая часть золотой команды. Были кривотолки, типа что-то случилось, может быть, кто-то кого-то подвинул. Ну, во-первых, я знаю, что Борис Гурич бизнесмен очень талантливый, очень точный, очень аккуратный и очень обстоятельный. И подвинуть не получится. Много лет занимаясь этим делом, привозом МТВ суда, и открыть канал во время дефолта, когда все говорили, ничего не делайте, стоп, это опасно, прекратите, с ума сошли. И рисковать так может человек только с очень крепкой и психикой, и интуицией, и вообще хваткой. Поэтому я не думаю, что кто-то кого-то подвинул. Вот. А по поводу того, как мы это все пережили, большой вечеринкой. Ну, а как, МТВшники все отмечают каким-то пати. И это был пати в одном из московских клубов. Это вели все по очереди ведущие. Ну, в основном на сцене там что-то выкрикивал я, потому что я вроде как сторожил. Вот. И в конце, в самом, когда нужно было уже от всех артистов и от всех вообще сказать спасибо Борису Горьевичу и пожелать ему всего доброго и оставаться на связи, какие-то правильные, добрые, нежные слова, замечу, то я выбежал на сцену и сказал, я знаю, кто что говорит. Вы можете говорить сколько угодно, пока вы не связались со мной. Я люблю этого парня, и если вы напишете или скажете что-то не то, будете дело иметь со мной, господа журналисты. и это было жесткое предупреждение. Потому что я не хочу видеть, как про моего босса что-то говорят, пишут, стряпают. Я сам себе этого никогда не позволяю. И я по-прежнему считаю, что плохая реклама и пересуды, и перетолки, это все плохо. Репутация — это святое. У него прекрасная репутация, и я вот прям не знаю, почему я это сказал. Я не думаю, что он нуждается в моей защите или в какой-то там опеке. Нет, конечно, он абсолютно самостоятельная единица. Но мне кажется, ему было приятно. Согласен с тем, что с уходом Зосимова вот то MTV, вот такое драйвовое, взрывное, завершилось, умерло? Я не согласен. Это просто факт исторический. И я могу только это подтвердить. Я не согласен, что в этот момент все закончилось. Потому что остались крепкие ребята, которые запускали канал и продолжали на нем работать. В конце концов, я по себе знаю. я делал все, что мог, чтобы канал по-прежнему существовал и хорошо существовал, жил и радовал публику. И чтобы мы кайфовали от того, что мы делаем. Это очень важно. И я знаю, что очень многие ребята из нашей команды делали все, как и прежде. Но, конечно, нельзя не признать, что под руководством других ответственных товарищей канал изменился. Не сразу он испортился. Долгое время мы держали планку. И вполне упорно появились церемонии наград, кинонаграды. Все это происходило вполне успешно. Нас по-прежнему любили. И не только из уважения к первым шагам, но и в принципе мы были молодцы. Конкуренты нас ненавидели, нам завидовали, глаза улыбались, а за спиной там что-то шептались и передирали с нас. Манеру съемки, манеру монтажа, манеру ведения. Появлялись наши полутезки в разных городах, в разных республиках СНГ появлялись люди с отчеством фамилии или появлялись с такими же никнеймами, появлялись программы с почти такими же названиями. Смотри, американская MTV начиналась как телестанция качественной рок-музыки. Потом уже появились разные стили, направления, рэп в том числе. Вот не считаешь ли ты, что это деградация музыки? Рэп? Да. Рэп-это кал, ты имеешь в виду? Как бы вот эти вот знаменитые надписи на стенах русских гетто? С точки зрения музыки, пожалуй, да. Но это я сейчас могу начать брыжать. У меня 11-летний сын, который слушает современную музыку. И, конечно, по большей части это рэп-артисты. Если внимательно... Я стараюсь следить за тем, что ему интересно, вот, и я слушаю разных рэперов. Есть рэперы совершенно примитивные. Конечно, там драма-машина и все. Есть рэперы, которые заморачиваются на тему всяких звучков, продакшена и так далее. То есть там интересно с точки зрения именно производства. На мой взгляд, не всегда есть мелодия. Но, мне кажется, деградация в этом смысле чуть-чуть в другом, потому что, если наших рэперов взять, они очень часто берут прям кальку с американских рэперов, не заморачиваются, они берут бит, то есть подложку музыкальную, переводят текст, причем переводят, ну, практически переводят с подстрочника. Вот. И делают раз, и русский хит готов. Если сравнивать рок-музыку, рэп-музыку и так далее, ну, говорят, сейчас считается, что рэп — это новый рок, что рок уже не музыка протеста, а рэп — музыка протеста. И вон фараон записал новый альбом, где он уже не матерится просто и рассказывает о своей сексуальной жизни, а рассказывает про пенсионную реформу. Я серьезно. Так что, как бы, может быть, в этом смысл. Но мне, конечно, я слышал, есть такое выражение, что человек любит ту музыку, которую он слушал в 25, ну, там, с 20 до 25, что всю жизнь он будет любить, он может слушать, заставить себя слушать и другую, но любить он все равно. Вот у меня примерно так и есть. 20-25 я слушал, там, не знаю, Red Hot Chili Peppers. Вот. У меня это одна из любимых групп. И Джамира Квай, и Джордж Майкл, и Guns N' Roses, и, там, не знаю, Stone Temple Pilots. Вот это, как бы, мой круг, которых это я слушаю, новое, вместе с сыном, и постарчески, говорю, ну, в наше время. Считать рэп и вообще весь хип-хоп всю эту культуру искусством или нет, я не смею. Это, безусловно, культура, это, безусловно, музыка, у нее есть огромное количество звезд, талантливых исполнителей, поклонников, и пусть, пусть. То, что я это не слушаю на своих бобинах, кассетах или виниловых дисках, это не означает, что я к этому отношусь плохо. Я ведь и рок-музыку не всю слушаю. Ту, которую пускали с 81-го года, я ведь тоже всю знаю, но избирательно пропускаю в свою фонотеку и что-то ставлю в радиоэфирах или на своих выступлениях диджейских. Я просто очень четко, профессионально понимаю, это для публики, которая чего-то ждет, это им должен это дать, а это для меня. Поэтому я никогда в жизни ни один жанр не назову менее стоящим или более. Если это есть и людей это радует, значит, он чего-то стоит. Как ты считаешь, если бы то МТВ существовало сегодня, вот сейчас, показывали бы в эфире Оксимирона, какие-то рэп-баттлы, других рэп-исполнителей, Монеточку и других интернет-исполнителей? Я думаю, да. Почему? Потому что мы славились риском и разнообразием. У нас, конечно, был формат, потому что без формата не существует ни один эфирный орган. но знаешь, как в бойцовском клубе все время вспоминаешь это первое правило бойцовского клуба никому не говори о клубе. Второе правило никому не говори о клубе. Или смотри, пункт первый. Вот так и здесь. У нас очень часто было так. Формат-то формат, но клип-то клевый. Пусть крутится. Вроде непонятно, куда отнести, но всем нравится. Поэтому если эти баттлы являются предметом внимания, кому-то они нужны, интересны, они кого-то заводят, будоражат, кого-то задевают или кого-то прославляют, пусть будут. И эти артисты делают что-то для публики, и она им благодарна. Значит, мы должны это показать. MTV тот был каналом, который не следовал за трендами, а который эти тренды создавал. Можно вот сейчас, поскольку 20 лет было, естественно, там у Бориса Гурича на страничке еще где-то, там все поздравляют друг друга и пишут, в частности, Зосимову, да, поскольку это фигура серьезного масштаба. Много музыкантов, которые рассказывают, что наш первый клип попал к вам, и мы его положили просто на проходной MTV, на кассете, на ВХС-ке. Но сейчас такое разве возможно? Я вот сильно сомневаюсь, честно говоря. То есть тогда это правда было, приносили кассеты, приносили какие-то убогие клипы, смешные клипы, клипы с выдумкой. Сидел художественный совет, там входило, ну, не знаю, человек 10-15, они там плюс-минус как-то ротировались, вот, выносил, все, кассеты смотрели, все говорили, нет, это фигня, вот это вот давайте поставим. Часть из этого попадала в 12 злобных зрителей, потом, там свой худсовет уже из телезрителей, из молодежи. То есть это все такая... Абсолютно некоммерческая такая история, можно было зайти с улицы. Да, да, да. И я говорю, это можно вот интересующиеся могут зайти на страницу Зосимова в Фейсбуке и посмотреть, что ему пишут музыканты. Там, не знаю, группа ППК, которые, помнишь, Эдуард Артемьевский, они сделали ремикс, этот ремикс занял, там, вошел в десятку в Британии, в клубном чарте. Вот, это... Вот точно так же они принесли клип, какие-то еще там, я помню, снимали на коленке, как раз вот то, что сейчас снимают на телефон, тогда снимали на камеру ВХС-ку, вот так вот все тряслось. Дурацкая картинка. Но тогда, если дурацкая картинка, это все равно могло попасть в эфир, если это было интересно и необычно. А вот то, что тексты песен многих интернет-музыкантов, рэперов, они политически заряжены, это могло стать, ну, как-то вот... Из-за этого, да, в ротацию не попасть бы тогда на MTV, на золотой. Я сейчас пытаюсь вспомнить, кто в 98-м году пел политические песни. Тогда не было пресса внешнего, не было внешней цензуры. Тогда, да, а если бы сейчас, вот мы говорим про то, что если бы тот MTV был вот в наше время, тогда это могло бы стать препятствием для того, чтобы попасть в ротацию. Есть ли сейчас каналы, которые могут себе позволить поставить что-то... Политически заряженные RTVI. Напомните, вы на какой кнопке в Москве и Петербурге. Да. Да, вот и ответ. То есть сейчас просто конструкция телевещания немножко поменялась, что, конечно, очень грустно, и, на мой взгляд, немножко странно, потому что, ну, я не верю в то, что песня может привести на баррикады, по крайней мере, в современном мире. Раньше, может быть, сейчас всем уютно, все сидят у себя, смотрят в интернете, вот, и они вместо баррикады поставят лайк или там перепост. Ну, это тоже опасно в наше время, лайки и перепосты. Опасно с точки зрения, да, власти, что они видят какую-то угрозу, но мне кажется, они видят угрозу там, где ее нет. Сейчас на фоне конфронтации с Западом могли бы вас признать пятой колонной, вот если вот то МТВ за пропаганду, не знаю, западного образа, жизни, ценностей? Ну, запросто могли бы. У нас депутат Милонов не дремлет. Конечно, он бы еще и... пропаганда гомосексуализма, а если клип «Смэк май бич ап», а если вспомнить этот клип, там, не знаю, помнишь ты или нет, это от лица человека, как человек просыпается, значит, вот он выпил водки, вот он понюхал кокаин, вот он пошел, вот у него голая женщина, вот он его стошнило, вот, то есть это прям как жесть. Я не представляю, сейчас Милонову Ярову и Мизулину, которые смотрят и говорят, мне кажется, немножко перебор. Конечно, пятая колонна, тем более, сейчас, наверняка, МТВ был бы, как это называется, «Иноагент», потому что, да, МТВ России, он же был дочерней структурой Виаком, МТВ Интернешнл. Кстати, да. Вот, а может быть, был бы маленький значок желтый «Иноагент». Скажи, приходилось ли тебе вести какие-то мероприятия для чиновников, политиков? Сплошь и рядом. Знаешь, почему? Почему? Потому что они тоже выросли на наших программах. Я тебе клянусь, время от времени ко мне подходит какой-нибудь 42-летний чувак, и говорит, Александрович, можно фоточку? Я ведь вырос на ваших программах. Я говорю, ты-то куда? У тебя и пузо, и галстук, и охрана, и майбах, или я не знаю что, ты-то куда? Он говорит, да это все не важно. Вот фоточку. Мне не делали таких предложений рабочих, за которые я бы брался только из-за денег, чтобы потом краснеть. Я понимаю задачу. У нас есть мероприятие. У этого данного человека есть какой-то повод. У него дочь выходит замуж, и они устраивают огромную VIP, какую-то супер-лакшери свадьбу за границей. Я отношусь к этому как к человеку, у которого радость в доме. Он счастливый отец. Все. Или там можно переставить местами эти слагаемые, да? И я просто веду мероприятие. Не потому, что он кто-то, а потому, что есть сценарий и задача, и повод, и праздник, и артисты. И все у нас хорошо. Чем он занимается до и после этого праздника, меня не касается. И это не является частью этого праздника. Да, он богат и платит за все деньги. Спасибо ему. Откуда они берутся, не моя задача. Я ведь всего-навсего энтертейнер, если честно. Я знаю и вижу больше, чем может показаться. Но я улыбаюсь и веду себя порой как просто конферансье. А для бандитов? С бандитом у меня была смешная история. У меня был юбилей, я был юбилей, женщина, достаточно взрослая. Я еще удивился, надо же, я веду. Вот. И, значит, я приехал туда и такие замечательные люди. У нее муж очень трогательный, который, собственно, все оплачивал, естественно. Такой. И когда поздравляли друзья мужа, которые еще чуть ли там не с юношества, они все похожи. Я смотрю на них такой за кулис, как-то слушаю, как они поздравляют друг друга. Похоже на такие вот айтишники, то есть младшие научные сотрудники. Я думаю, вот как вот тогда они были младшие научные сотрудники, ну, как-то вот встроились, вписались. А там еще какой-то такой большой дядька такой встает, значит, и рассказывает, что вот мой. Я думаю, какой наверняка тоже замзавлаб какой-нибудь был. Вот. А потом, как-то так, интересно ради, забил фамилию, а это ОПГ. И эти люди, которых я думал, что это какие-то замзавлабы, у них там вообще в 90-е прошли так серьезно. Я думаю, вот террас, вот это да. Ну вот я, к чему? Были ли люди, которым ты отказывал когда-нибудь именно из-за идеологических причин? Ну, ко мне не обращайся. Я отказываю в политических акциях, я не принимаю участия. Единственная политическая акция, в которой я принимал участие, это за профессиональную армию. Это был, наверное, я даже не вспомню, какой год. Самый начал нулевых, наверное. Самый-самый начал нулевых и против службы призывной, за службу контрактную, профессиональную и так далее. Я сейчас придерживаюсь этих позиций, то есть это я участвовал не потому, что мне очень много заплатили, тут как бы совпала моя позиция. А почему в политических ты вообще ни в каких? Неважно, там, за Путина или за Навального, грубо говоря, ты не пойдешь ни туда, ни туда. Я ходил в 2012-м, я был на проспекте Сахарова. Это не за какого-то определенного человека. Да, это другая история. Вот, но как бы я туда ходил. Если совпадает с моими убеждениями, я хожу. По работе агитировать, ну, вот сейчас ведь очень многие пишут у себя в инстаграмах, как хорошо в Москве. И мне тоже говорили, Антон, вы же заметили, как похорошела Москва? Может, напишете тоже? Я говорю, нет. Ну вот, я как бы, я сторонюсь, тем более, что если это не совпадает с моими мыслями, если совпадает с твоими идеями и взглядами, надо 10 раз подумать, потому что общество крайне поляризовано. Ты ни до кого ничего не донесешь, ты никого, моя позиция сейчас, ты никого не приубедишь. Я со своими знакомыми, малознакомыми, родственниками, мы иногда там спорим на какие-то темы такие горячие. Переубедить невозможно. Только можно рассориться. Поэтому тут нужно 10 раз подумать, даже если это совпадает с твоими убеждениями. А если не совпадает, конечно, сразу нет. По поводу конкуренции. Чувствуешь ли ты, что дышат в спину, не знаю, люди из интернета? Что вот уже прям... Нет. Мне никто в спину не дышит. И никто мне на пятки не наступает. Где там молодая шпана, что сотрет нас с земли? Я самостоятельная единица. Я все равно блуждающий форвард. Я когда-то передохну, когда-то вырвусь вперед. Мне нельзя дышать в спину. Я очень не люблю, когда вообще со спины подходят. Я как старый охотник. Ко мне краситься не надо. Я могу отреагировать очень неожиданно и неприятно. Я очень радуюсь за всех. Но я что-то не помню, с кем я конкурирую. И в чем? Блогеры? Ютюберы? Да ради бога. Пожалуйста. Я очень люблю посмотреть на чужие успехи и порадоваться. У меня это умение с самого детства очень хорошо создано. И я его культивирую. Мне что-то внутри позволяет радоваться за других. И никогда никому ни в чем не завидовать. Вы не представляете, как это легко. Сейчас любой скажет. Я тоже. Ты уверен? Очень многим просто тяжело. Ко мне один очень важный дяденька. Очень большая звезда в нашей стране. Звезда вот в настоящем смысле. Не потому, что его все знают, а потому, что он миллион лет на виду и на сцене. Он подошел ко мне и сказал. Не буду имитировать акцент, потому что сразу поймете, кто. Хотя имитатор я хороший. Он сказал. Я знаю, сколько тебе лет. Как так? Что? Ну, глупо отвечать, что в таком году родился, поэтому столько лет. Нет, нет, нет. Ты не отшучивайся. Вот ты мне скажи. Вот как ты меня так провел? Я ведь был уверен, что ты все тот MTV-шный тинейджер. А ты вот такой дядька. А по метрикам тем более. Я сказал, что так само получается. Я к этому отношусь легко и просто. Это просто цифра. Я действительно не заморачиваюсь на возрасте. Потому что, ну, нет глупее занятия, чем сидеть и думать. Мне уже или мне еще сколько-то. Пока ты сидишь, думаешь. Или строишь планы. Время-то уходит. Но он сказал, внимательно посмотрев на меня, я понял. Ты ведь никому никогда не завидовал. И ты ведь двигаешься налегке. Ты ничего за собой не тащишь. Нет, люди из интернета не дышат в спину, потому что они ушли далеко вперед в интернете. Ну, посмотреть даже банально, сколько подписчиков у меня, YouTube-канала у меня нет, а там с миллионными армиями подписчиков, молодые ребята. Есть талантливые, есть совершенно какие-то, на мой взгляд. А как вот ты к ним относишься? Потому что, допустим, в юморе есть вот Данила Поперечный, такой персонаж, к которому профессиональные юмористы относятся, ну, так, скептически. Да, я смотрел. Есть там 4-5 шуток и все. А вот ты как к таким людям относишься? Ну, по-разному. Это же вопрос. Тут я перехожу в разряд зрителя. Вот, я смотрю у Поперечного. Я удивлен, во-первых, что человек из интернета, и это круто. Удивлен в хорошем смысле, что он собирает по 6-7 тысяч зрителей, не появляясь нигде. Да-да-да, 6-7 тысяч. Вот. Я слушал одно его большое шоу, стендап. Мне не очень понравилось. Тут я скорее согласен, по-моему, Руслан Белый. Да. Рассказывал. Ну, в том числе. У того же Дудя. Да, он как раз-то разложил как профессиональный, я не профессиональный юморист. Белый сказал, что у Поперечного много недоработанного. В этом смысле Белый понимает, о чем говорит, потому что все шутки их все равно нужно докручивать, доводить до совершенства. Вот. У Поперечного, наверное, этого нет. Наверное, это я там интуитивно почувствовал, потому что мне как-то показались, а может, просто темы не мои. Поперечному сколько ему? 20 с копейками? Я мог бы быть его отцом. Ты помнишь тот день или тот эфир, после которого ты проснулся знаменитым, вот что называется? Я не знаю, что такое проснуться знаменитым. Я помню приятную эмоцию, когда у меня впервые в жизни взяли интервью. Они хотели сделать хороший материал с одним из ведущих музыкального телевидения. В тот момент это был без ТВ. Я к тому, что я вообще еще не понимал, как общаться с прессой, что они от меня хотят, что им предоставить, какие материалы и вообще зачем я им нужен. Я просто выполнял свою работу, сэр. Я к этому относился всегда очень по-армейски. А тут вопросы, ответы про меня, про что-то. В моей фотографии выходит эта газета, мне дают экземпляр, я приношу маме, мама говорит, хорошо, спасибо, приятно. Вот в этот момент я понял, что ко мне есть какое-то внимание со стороны публики не только во время эфира. Вот, наверное, в этот момент я подумал, интересное ощущение. Но я никогда не относился к этому. Боже мой, я на обложке журнала, боже мой, я на развороте, теперь я знаменит. Я к этому всегда очень спокойно относился. У меня плавно шло, я сначала работал на радио, меня чуть-чуть узнавали, потом на другой радиостанции чуть побольше, потом без ТВ, где я вроде работаю на телевидении, а вот нет такого, что я выхожу к лобному месту, там перед собором Василия Блаженного и все, как давай меня узнавать. Программа, наверное, была, конечно, самая яркая, Бодрое утро, которую прям выстрелило, попало, вот как раз тоже попало, попало в зрителя. Мы же там не придумывали, не просчитывали. Изначально Бодрое утро планировалось как утренняя программа со сценарием. У нас были шелест расписаны, там роли, там какие-то реплики, вот, и мы неделю, может быть, даже полторы недели мы работали, прямо у нас в телесуфлер, мы как-то так раскидывали шуточки, шутили, вот, потом все забыли и полная импровизация. Было забавно, когда я первый раз сел в жюри КВН, я к тому моменту уже, по-моему, года два в ежедневном режиме работал на программе Бодрое утро, которая была достаточно популярной и хорошие рейтинги имела. Первый раз я появился как член жюри КВН, и мне потом все позвонили, написали, значит, сообщение, что видели тебя, вообще круто, там член жюри показывают, ну, там, семь раз за игру. Вот, поэтому, да, конечно, вес. Федеральный телеканал. Да, да, ну и программа. КВН тогда был едва ли не самой популярной программой. А вот так, чтобы фанатки у подъезда ночевали? Если я начну рассказывать про фанатов, ребята, это надо сделать, уже сериал встреч, вечера, рассказы, нет, конечно, я ничего рассказывать не буду. Истории с поклонницами в Москве или на гастролях в других городах, когда ты приезжаешь, тебе говорят, это вы? У меня один вопрос. И разговор затягивается. А может быть, это переливается еще во что-то. Не знаю, я знаю точно одно. Таких случаев было много. Они все были достойные, приличные, без комментариев. И никогда мне это особо голову не кружило. Но, не скрой, это всегда было приятно. Когда к тебе подходят и говорят, что ты им важен, и то, что ты делаешь, это нравится, это не может оставить тебя равнодушным. Могу описать один безумный момент сейчас. Это было в момент уже позднего MTV. Я приезжаю в город Воронеж. Тут недалеко. В клубе выступают прекрасные артисты. Я неплохо выступил, все счастливы, значит, и я доволен. Праздник закончился. Меня охранник, оберегая от толпы, беснующихся людей, не потому что я такой замечательный, потому что, в принципе, праздник был через край. Но, меня оберегая, он заталкивает меня в гримерку, чтобы быть в безопасности. Там с другими артистами мы болтаем, и потихонечку артистов выводят и отправляют на машинах кого в отель, кого в свой город, в аэропорт и прочее. Остался я. Пришел в себя и собираюсь выходить. Охранник показывает, не надо. Почему? Он говорит, там еще много твоих. Так уехали все. Так к тебе. Я говорю, пошли через тайный ход какой-нибудь, потому что, ну, больше ждать, когда они разойдутся, нет смысла. Он говорит, я их сейчас всех прогоню, скажу, что просто ты уехал, свет выключу, они сами уйдут. Но одна очень странная. Я тебе на нее пальцем покажу, вот та. Я говорю, а что с нею? Она к тебе рвется уже несколько часов, ведет себя очень спокойно, но я не подпускаю, пока не разрешишь. Хочет автограф на теле. Я говорю, слушайте, ну, на груди расписываются только рок-звезды, ну, если так хочется, ну, пускай девчонка такая настырная, она будет расстроена, если она не добьет своего, заводи. Она заходит, вежливо здоровается, и в этой гримерке действительно подает мне фломастер, говорит, пожалуйста, распишитесь только очень тщательно и очень точно, чтобы все читалось. Я говорю, я же не документ подписываю, малыш. И потом, где? И она мне подставляет плечо. Я говорю, зачем тебе мой автограф на плече? Давай на какой-нибудь бумажке, давай сфоткай, ну, что-нибудь приятное предлагаю там, типа, улыбнуться. Вы не поняли, мне нужно именно на этом месте. Я потом себе сделаю татуировку с вашим автографом. Я попытался ее отговорить. Пожалуйста, тебе сколько лет? 22-25. Ты потом передумаешь. Не надо, ну, зачем тебе мой автограф? Нет, я все решила, я ждала это очень долго. Я даже у домашних спросил разрешение, и они согласны. Я понял, что случай тяжелый. Я, конечно, расписался, потому что это ее выбор. Она сказала спасибо и пошла. Никаких признаков невменяемости, бесноватости, визгов и истерики не было. У меня вот такие вот поклонницы. Они все спокойные, взвешенные, и они не рвут на себя одежду. Но аккуратненько пишут культурные без ошибок сообщения в соцсети до сих пор. И это приятно. Могли бы, тогда еще подъезды так не закрывались на домофоны, как сейчас. Нет, у меня очень были, я держал дистанцию, и у меня были очень воспитанные, интеллигентные фанатки. самое неистовое безумие, которое они совершили, это под окнами моего дома, в Ореховаресе они написали «Ты лучший». Вот и моя мама прочая, я с родителями жил, она говорит «Какие молодцы». Как приятно. Могу было очень летно. А вот ты рассказывал, когда там машину поднимали, практические. А, это да, это на выездах, да. Это мы ездили, это называлось «Имотивизация страны», вот, и мы выезжали в разные города, и там уже, да, там, опять же, это как концерт, на концерте, это же эффект толпы, все вот единые эмоции вовлекаются, и там друг друга заводят. То есть практически в каждом городе так было, да? Ну, в большинстве, да, 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 было. Когда, вот, я рассказывал, рассказывал про Алмату, когда раскачивали машину, девушка, красиво в плаще вот эта вот бежала, в Алмате, где-то в каком-то другом городе мы были в автобусе, автобус вот так начали раскачивали, он высокий, вот, очень испугался водитель, что нас сейчас опрокинут, вот, а в одном городе мы, значит, приехали, а мы понимаем, и у нас одно мероприятие всегда было в клубе, какая-то вечеринка, мы ведем на сцене. С Шелест мы чаще всего ездили, и мы говорим, и у нас там надо было пройти через весь клуб вот так вот к сцене. Мы говорим, нам нужна охрана. Нам директор говорит, все нормально, вы пройдете, не переживайте. Мы говорим, мы столько городов проехали, нас сейчас просто вот так на кусочки. Мы Битлз. Я Джон Леннон, это Пол, знакомьтесь. Вот, нам говорят, ничего с тобой, проходите. Мы говорим, нам нужно как хотя бы два охранника, потом просто, чтобы вот они, они как бульдозеры будут идти. Вот директор такой, окей, нам дали двух охранников, мы идем, и скучающая публика потягивает через трубочки коктейли, так смотрим, кто это идет, вообще не надо. Ну вот скажи, в пик славы звездная болезнь-то у тебя была? Нет. Никогда? Нет. Никогда. Звездная болезнь поселяется там, где больше ничего нет. И этот диагноз приживается там, где очень слабый иммунитет, как любая болезнь. А у меня иммунитет к этому очень давно. Дело все в том, что я вырос в театре, и я видел очень большое количество настоящих, именитых, матерых, на всю страну известных мастеров. Я знаю, что такое большая работа и над собой, и с публикой. Я видел это своими глазами, и я отношусь к этому как просто к работе. И фраза «я просто выполнял свою работу, сэр», это не отрывок из кинокомедии. Это реально мое отношение. Поэтому сделать что-либо, чтобы я сошел с ума от себя, от наград, от восторгов, и от комплиментов, и от фанаток, ничего нельзя. Это невозможно. У меня стойкий иммунитет. Если что-то получилось хорошо, и это получило признание, это очень здорово. Если не получило, я буду стараться, пока это не принесет удовольствие публике. Если публика в результате довольна, у меня не закружится голова. Я просто посмотрю на часы и подумаю, кажется, надо выспаться, потому что завтра снова в поход. И все. А может, и не удастся выспаться, но в поход пойду, потому что, конечно, комплименты и популярность вызывают привыкание и не отпускают никогда. Привыкание тяжелое, и с ним справиться невозможно. А если и захочешь, не получится. Это сложно сказать изнутри. Мне кажется, что нет. Опять же, наверное, в силу того, что не было какого-то такого, знаешь, момента, что раз, и я там... Но все равно же была мега слава. Вот как ты это искушение славой прошел? Может быть, каких-то других... Ну, я учился в Бауманке в тот момент. Там, знаешь, очень-очень сложно, когда у тебя искушение славой, а тебе еще писать диплом, или по сопромату на Олимпиаду идти. Ну, во-первых, я уже был достаточно взрослый. То есть, ну, давай возьмем как Будраутра, такой мощный импульс. Будраутра 99-2000 год. Это у меня уже было 23-24. Это уже не совсем сопливый. Вот. Плюс меня хорошо воспитали родители. Как бы они так мне как-то как-то вложили. Вот. Поэтому, мне кажется, Крашандель не сносил. Может быть, это и было, я не заметил. Вот. Но чаще это, знаешь, как бывает, что меняется не отношение человека к окружающим, а отношение окружающих к человеку. Я иду и уставший, и мне кто-то кричит, а, Антон, здоровый, я просто не слышу, я просто иду. И там так вообще зазнался. Вот. Ностальгия есть по тем временам у тебя? Ну, ностальгии так, чтобы прям хотеть туда вернуться, наверное, нет. Есть радость, что у меня такое было. Не у каждого есть такое место работы, куда ты идешь с радостью. Вот. И сейчас, конечно, когда вот это вот 20 лет все выкладывают фотки и залипаешь, сидишь, листаешь на компьютере у себя посмотреть какие-то старые там огромное количество архивов, эти там фотографии, все эти костюмные какие-то, заграничные наши поездки, где мы тоже дураковаляли. Вот такая, да, конечно, теплая ностальгия. Не в том смысле, что вот бы сейчас снова все это повторить. А как здорово, что это было. Огромное спасибо тебе, Антон, и удачи. Спасибо. Это был Антон Камолов. Спасибо большое, Саш. Это был Александр Анатольевич.